Здравствуйте, дорогие отец. Я очень волнуюсь, так что улыбайтесь хотя бы, чтобы поддержать меня немножко. Я расскажу о себе, о том, что как у меня было, чему у меня жизнь моя дожила и как испортить свою славу в моей жизни. Мне 35 лет, я родился в городе Глаяно, такой же городок, как Палерсо, и очень рано начал употреблять наркотики, начал увлекаться музыкой, рок-музыкой. Да, и постепенно, постепенно, ну, образ жизни такой эгоистический, самоуверенный, постепенно, постепенно это все привело к тому, что я оказался сам один, отвернулись все. И я ходил по городу и ходил с мыслью о том, кому я нужен, кому я нужен, ну, никому не нужен. И верю, что сам Господь мне послал эту мысль в голову, ну, кому ты нужен, только Богу. До этого я уже встречал ребят, которые проходили реабилитацию, и я видел, как они, ну, когда они были никакие, в смысле, грязные, вообще никакие, никакие. И потом я встречал их, и они, ну, не то, что просто переоделись там, помылись, но вообще преобразилось их лицо, другое, и человек изменился. И я спрашивал, как это произошло, мне следили, и потом я решил тоже так поступить. И пошел в центр реабилитации, в поле, прошел курсер, я пришел туда, я тяжело добирался, я таким, ну, я шел, я два дня шел пешком туда, я добрался туда все-таки. Пришел меня, приняли, я покаялся, я, когда попал в христианскую церковь, вообще среди христиан, ну, я, для меня это было вау просто, я, все такие классные, все так все, ну, христиане, короче. И я покаялся, я принял христианскую жизнь, я аж только на третий день я понял, что я не хую вообще, ну, так меня накрыло это все классно, вообще супер. И я прошел курсер реабилитации, я принял решение, остался служить там, больше года пробыл там, ну, наступил момент, когда, ну, знаете, бывает такое, когда ты окрылился, окреп, думаешь, что все, я отстаю, я могу, я иду. И я забыл, что написано, в слове написано, что если стоишь, иду, бойся, чтобы не упасть. Ну, я пошел к самодуховному наставнику, говорю, все, Ваня, я, мы склонны к тому, чтобы, ну, сами себе рисовать какие-то картины. Я, мне братской церкви, ну, как, предложил жить на квартире с ним, прямо рядом, квартира возле, прямо возле церкви, то есть, все классно, так. Я себе нарисовал картину, что прямо сам Господь меня выводит, я говорил духовному наставнику, что сам Бог меня выводит. То есть, ну, мне говорили, что, Максим, тебе рано еще выходить, ну, ты не готов к жизни. Я настоял, все-таки я сделал так, как я хотел, и я пошел, и я пошел, и пошел, и пошел. Я постепенно начал, ну, постепенно перестал молиться, постепенно перестал читать Слово Божье, начал встречаться с девушкой красивой, но не верующей. И потом я начал заходить в собрания, там, где, ну, там, где я жил, как раньше. И постепенно, постепенно я, я вступил опять. Я вступил, и это вступление было ужасное просто. Это было, ну, это было долго, это не было год-два, это было пару лет. Но я научился приготовлять наркотики, короче, и варил, и сам употреблял, и другим давал употреблять. И это привело к тому, что, ну, появилось сейчас, время не стоит на месте, все двигается, новые наркотики, все это. И привело это все к тому, что я попал, ну, от употребления наркотиков, от такого образа жизни начал, ну, рушиться мой организм. У меня начался рушиться зубы, сами по себе выпадать, начали зубы от наркотиков. У меня начало гнить, начало гнить лицо, короче, как объяснить, я не знаю, даже. Делать череси, да, начало все гнить, короче, и все это наружу, все это ужасно просто. И постепенно, ну, я начал, я не знал, но в городе не было такого, я не встречал такого, и, как бы, я не знал, что делать. Вот, и поехал сюда, конечно, в нем, к врачу, мне сказали, что, ну, тебе нужно остановиться, брось это все, и так только тогда он тебя остановился, что лечить мы не можем, тебе надо все равно остановиться. Ну, я пытался своими силами, как бы, все, остановиться. Месяц, два, три я держался, ну, потом опять, и все сначала, короче, начиналось. И я, мне начались ужасные боли, это все заживо, ну, рушится, ну, это, я не могу даже передать вам, на самом деле, как это все страшно. И я не мог, не мог отказаться, ты появляешься через, ну, через какое-то время, раз, опять, и оно все, ну, все сначала начинается, начинаешь употреблять, опять начинается все сначала. И я, чтобы отказаться от наркотиков, я начал пить, я пил таблетки с жменьями, я запивал алкоголем, чтобы только не чувствовать боли, у меня начался процесс гаэморит, у меня начало, ну, у меня все вот так, лицо, я все гнило, все, ужасно, все, ну, труба вообще, короче. Я докидел до того, что, ну, я начал пробивать все дома, потому что у меня, ну, сперва мама помогала, мне высылала, там я ей рассказывала, что там деньги, там, на лечение, на врачей, на самом деле, я их пробивал просто-напросто. И в один момент, да, мама говорит, ну, что их мне обрезать, ну, перестали мне помогать, короче, и я все. Я начал пробивать все с дому, я поднял руку на отца, я ужасно, ужасные вещи творил, я, от меня все отвернулись, в прямом смысле слова все, короче, и мне отрезали свет, ну, вообще ужасно все, я, я как сейчас, я сейчас, ну, передаю вам, попытаюсь передать то, что у меня было в тот момент, когда именно произошло, вот, я лежал в доме, вечером, и все эти черные потолки от копоти, от табака, потому что света не было, я ожог свечи всякие там, это копоть, это боль, эти ужасные вещи, мне не было даже, ну, некому было обратиться, потому что мне никто не верил уже, я спросил триллер на хлеб, но я их брал, и я пошел их пробивать, то есть мне никто не верил, мне даже близкие, самые друзья, мне никто не верил, никто не хотел со мной общаться, ну, вообще, все отвернулись, я остался один, я лежал на кровати, на улице еще погода такая, шляпкая, ну, короче, все запустило, потому что, ну, я лежал и просто умирал, я реально умирал, у меня все болело, и, ну, короче, такое все нахуй, все сразу, и мне вообще не хотелось жить, вообще не хотелось жить, и в этот момент, ну, я закричал к Богу, именно не то, что к Богу, я закричал Иисус, потому что я верю, знаю, я пережил Бога, и я знаю, что Он живой, и Он, что Он слышит нас, потому что в имени Иисуса есть сила, и я закричал, Иисус, помоги мне, помоги мне, я умираю, я не хочу так, ну, это было сокрушение, это, как сказать, я дошел до обрыва, и вот я стою на этом обрыве, и я кричал к Богу, и я услышал в своем сердце, ну, я верю, что Бог говорит в сердце каждого человека, и я услышал в своем сердце, я давно уступил, я давно не молился, но я услышал в своем сердце, доверься мне, я еще подумал, что это мои мысли какие-то, я, ну, но прошло время, я не хотел возвращаться в холерский центр, потому что я думаю, ну, куда с таким видом, ну, с таким лицом, я не хотел просто возвращаться, я сказал, что лучше сдохну, но не вернусь туда, не пойду, не рекомендую, в центр там люди, ну, как это все, я не мог, но Господь мне послал сон, и Господь говорит, и пришел момент, я поехал туда, меня приняли, я покаялся, я заново прошел курс реабилитации, не было так все легко и просто, у меня произошел процесс, этот процесс разрушения длился три года, это постоянные боли, это постоянный гной на лице, ну, это ужасно просто было, но я обращался к Богу, и я стоял твердо в своих решениях, и Бог, ну, я видел Его руку в своей жизни, вижу до сих пор, потому что я живой сейчас перед вами, это уже живой извините, потому что я стою просто перед вами, что я не умер, и... У меня есть цель, у меня есть будущее, у меня есть надежда, у меня есть вы, у меня столько братьев есть, что, ну, не настоящие братьев, которые не те, которые отвернулись и все, а настоящие братья, я рад, что я у вас, и мне доверяют, для меня это привилегия служить, хотя нелегко все дается, не все так просто, но слава Богу за нашего Бога, Он долго тебе прилип, милости, и милость Его любовь безгранична, я очень благодарен, ну, благодарен тем людям, которые, говорят, столпы веры, те, которые твердо стоят, и которые нам говорят, наши сердца, спасибо вам, пастырям, слушителям, спасибо большое.